Справедливый Бог Книга Иова, 35 глава, с 1 по 16 стих И продолжал Елеуй, и сказал «Считаешь ли ты справедливым, что сказал я, правее Бога? Ты сказал, что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою». Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Размышления, часть 1. Делай то, что правильно. Книга Иова, 35 глава, с 1 по 8 стих. Иллюй, возможно, и прав, что Иов, слепо убежденный в своей правоте, ставит себя выше Бога. Однако в данной истории Иова не в чем упрекнуть. В остальном же один человек не обладает такой же праведностью, как Бог. Иллюй делает важное замечание, что ни добродетель, ни грех человека не приносит Богу ни пользы, ни вреда. И никакие дела человеческие не могут ни добавить к бесконечной природе Бога, ни отнять от нее. Наше правильное положение перед Богом нужно нам самим. И это его дар. И по силе и благодати своей Бог обещает, что он всегда будет праведен и верен. И все всегда будет содействовать нам ко благу. А потому у нас есть и причины продолжать жить праведно и своей жизнью приносить ему радость. Применение. В какие времена вы испытываете разочарование в своем духовном пути? Что помогает вам идти вперед во времена разочарований? Размышления, часть 2. Отвечает ли Бог на молитвы? Книга Иова, 35 глава, с 9 по 16 стих. Ильюй возвращается к традиционному мировоззрению, в котором отношение Бога с человеком базируется на поведении последнего. Бог не отвечает на молитвы нечестивых. Следовательно, он не внял и мольбам Иова, исходящим из высокомерного и грешного сердца. Ильюй утверждает следующее. Бог отвечает на молитвы только когда человек невиновен перед ним. В противном же случае он изливает на него свой гнев. Да, в этих словах есть доля правды, но они ограничивают суверенитет и свободу Бога. Неверно думать, что наши действия влияют на него. Он отвечает на наши молитвы, но только тогда и так, как ему угодно. Но он никогда не отворачивается от нас, поэтому будем продолжать молиться и ждать его ответа. Применение Что вы думаете о неотвеченных молитвах? Где вы находитесь в силы продолжать молиться, даже если не получаете немедленного ответа? Молитва Отец Небесный, Ты справедлив к нам, а еще сострадателен и милосерден. Помоги мне твердо знать это, особенно в моменты сомнения. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...